Привет! Вы на отличном техническом канале, канале компании «АвтоСтронг-М». Здесь мы пилим отличный технический контент. Сейчас у нас действует акция по промокодам в соцсетях. Заходите в наши соцсети, берите промокод и получаете скидку. А скидки на 160 тысяч отличных БУ-запчастей. Итак, встречаем разбор Renault F4R Turbo. Двухлитровый двигатель F4R был представлен аж в 1993 году на Renault Laguna и является движущей силой до сих пор кроссоверов Duster и Captur. Двигатель F4R являлся флагмановским двигателем компании Renault. У него более 50 модификаций. Встречаются как рядные атмосферные, так и рядные турбированные и также рядные заряженные. Самая слабая версия этого двигателя развивает 139 лошадиных сил. Самая мощная – 273 лошадиных сил. Такой мотор достался Renault Megane Sport третьего поколения. Во всех версиях у него одинаковая геометрия чугунного блока с ходом поршней 93 миллиметра и диаметром цилиндров 82,7 миллиметра. А вот адаптация к различной степени форсировки и наддува достигается конфигурацией поршней, которая обеспечивает нужную степень сжатия. Самая разжатая версия этого мотора со степенью сжатия 8,5 – это его топовая версия 273 лошадиных сил и турбированная. А вот наивысшая степень сжатия у двигателя F4R – это 11,5 и устанавливалась она на Renault Clio Sport 200 лошадиных сил. Кстати, а на рестайлинговой версии Renault Duster степень сжатия у двигателя F4R не намного меньше – 11,2. Двигатели F4R наделены алюминиевой ГБЦ, ременным приводом ГРМ, фазорегуляторы присутствуют на атмосферных версиях, а также на турбированных версиях мощностью более 220 лошадиных сил. Как вишенка на торте, для разных модификаций двигателя F4R предусмотрено 5 видов поршней и 7 видов распредвалов. Говорить о проблемах двигателя F4R мы будем на примере его турбированной версии мощностью 163 лошадиные силы, снятой с Renault Laguna 2 2004 года. Этот двигатель в народе называется F4RT, но такого заводского обозначения не существует. Этот двигатель называется F4R764. В этом индексе нет ни намека на турбину. Двигатель F4R зарекомендовал себя как надежный. Главное не экономить на его обслуживании и не заливать 92-й бензин в версии с высокой степенью сжатия. Турбированные версии хороши и ходят не одну сотню тысяч километров. Распространенная проблема двигателя F4R – это выход из строя датчика коленвала. Тогда двигатель просто не заводится. Бывает, что в паре с механической коробкой передач двигатель заводится только при выжиме сцепления. Это известная проблема выхода из строя датчика заднего хода. В обоих случаях эта проблема решается заменой датчиков. Двигатель F4R может начать вибрировать. Эти вибрации передаются на кузов. Всему виной правая верхняя подушка двигателя. Она проседает, изнашивается и перестает выполнять свои функции. Причиной вибраций при трогании или при резком отпускании педали газа может быть двухмассовый маховик, который устанавливался на много версий этого двигателя. Течь масла – это неприятная особенность двигателя F4R. Изначально масло начинается просачиваться по клапанной крышке, которая просто установлена на гермет. В первую очередь оно начинает сочиться возле крепежных болтов клапанной крышки. Самая неприятная течь масла – это когда масло попадает в свечные колодцы. Также регулярно течет задний сальник коленвала, прокладка поддона и блоу-офф клапан на турбине. Двигателем управляет не очень надежный FBU Sajim S2000. Из-за некачественной пайки страдают множественные микрочипы. Из-за этого двигатель ведет себя абсолютно непредсказуемо. Глохнет, троит, не набирает обороты и так далее. Блок поддается ремонту. Его нужно вскрыть, пропаять все дорожки, также удалить сгоревшие микрочипы, то есть поменять их. Блок будет работать, но делать это надо у опытного электрика. Кстати, в «АвтоСтронг» есть отличные блоки с Sajim S2000. Но после установки его надо привязать к иммобилайзеру. Ну что, вводную часть мы закончили, а сейчас мы начинаем нашу разборочку. Генератор двигателя F4R ничем особо не примечательный, но в нем могут изнашиваться подшипники ротора. И тогда генератор начинает скрипеть. Есть случаи заклинивания генератора, и тогда ремень может порваться. И из самых худших последствий, то есть приводной ремень может залететь под ремень ГРМ, и тогда поршни и клапаны встретятся. До сентября 2003 года на двигатель F4R устанавливали неудачную дроссельную заслонку. Ее можно отличить по пластиковому корпусу, но затем стали ставить вот такую удачную алюминиевую. Несмотря на внешнее геометрическое сходство, эта заслонка намного надежнее предыдущей. Ее можно установить на автомобиле до 2005 года, но для этого обязательно понадобится перепрошивка. В старой заслонке изнашивается хлипкое угольное напыление резисторов, и тогда пропадает связь с положением заслонки. Двигатель начинает вести себя очень странно. Дергается, не тянет, еле набирает скорость 40 километров в час. Этот дроссель намного надежнее предыдущего. Есть у двигателя F4R такая особенность, то есть медленное падение холостых оборотов. Если холостые обороты падают очень медленно, то в этом случае может помочь перепрошивка блока. Форсунки в двигателе F4R обычно не выходят из строя. Но если выходит из строя хотя бы одна, то двигатель начинает троить. Чистить форсунки нужно, но ультразвуком пользоваться нельзя, потому что ультразвук может чистить все керамическое покрытие форсунки. А надо чистить специальными жидкостями, но обычно это должного эффекта не оказывает. Можно почистить форсунку настолько хорошо, что она начнет лить топливо, а не разбрызгивать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Такого зверя у нас еще в разборках не было. Гражданские двигатели F4R оснащаются твинскрольной турбиной Mitsubishi TD0410T. Турбина, повторюсь, твинскрольная. Это значит, что турбина оснащена двухпоточной горячей улиткой, которая создает избыточное давление в 0,8 бар. Итого получается 1,8 бар. Так как турбина бензиновая, она управляется перепускным клапаном. На холодной части улитки есть клапан Blow Off, который стравливает избыточное давление, которое образуется во впускном коллекторе при резком отпускании дросселя. Вал и подшипники этой турбины принудительно охлаждаются антифризом. Причем охлаждение не прекращается даже после остановки двигателя. За это отвечает отдельный электронасос. Практика показывает, что турбина двигателя F4R это его слабое место. Ходит турбина порядка 150 тысяч километров. Затем она начинает интенсивно гнать масло в выпуск и затем начинает гудеть в определенном диапазоне оборотов. Сизый и белый дым показывают, что турбина изношена. По факту обнаруживается сильный радиальный люфт и ее ротор. Кстати, в нашей турбине все в порядке. Обычно жор масла в двигателе F4R связан именно с неисправностью турбины. Во многих случаях недодув турбины происходит из-за неисправного клапана Blow Off. Там находится резиновая мембрана, которая имеет склонность протираться и стравливать избыточное давление турбины. Во многих случаях проблемы с турбиной связаны с недостатком смазки ее вала. Катушки здесь соединены попарно. То есть первая, четвертая, вторая и третья. То есть это значит, что если сломалась одна, то начнет отклоняться барахлить вторая. Обычно выходят из строя катушки второго и третьего цилиндров. При этом двигатель дергается под нагрузкой и при постоянной скорости компьютер фиксирует соответствующие ошибки и сохраняет их. К слову, двигателю 2.0 turbo положены платиновые свечи зажигания. При снижении их производительности двигатель начинает терять мощность, дергаться из-за пропусков зажигания, а также повышается расход топлива. На турбированном двигателе F4R маслоотделитель более сложной конструкции. Здесь есть две трубочки, которые отводят картерные газы. Они протекают со временем масла. Маслоотделитель посажен на тонкий слой герметов, который тоже может давать течь. Двигателю F4R достался демпферный шкив коленвала. За его состоянием нужно следить, а еще лучше менять его вместе с ГРМ каждые 120 тысяч километров. Если разорвет его резиновую часть, то это может привести к перескоку ремня ГРМ. Хотя сам шкив ремень не приводит. Это происходит следующим образом. Резиновую обойму вот эту разрывает. Внешняя часть перестает вращаться, внутренняя часть вращается. Резина при этом нагревается. Нагревает звезду ГРМ. Та нагревает ремень ГРМ. Зубья ремня ГРМ могут соскочить, отвалиться. И тогда получится перескок. И тогда поршни и клапаны стресятся. Как мы и говорили, ремень ГРМ надо менять каждые 120 тысяч километров. Ремень ГРМ надо менять комплектом, то есть с роликами и помпой. Также Razvo рекомендуется поменять шестерни распредвалов с приваренными бортиками на шестерни распредвалов с отлитыми бортиками, потому что они надежнее. Бывают редкие случаи, когда вот эти бортики срываются и ремень соскакивает. Распредвалы у нас в принципе в хорошем состоянии. Есть небольшие потертости, но на четверочку. На каждый цилиндр здесь приходится по четыре клапана и гидрокомпенсаторы присутствуют. Здесь нас смущает запотевший выпускной клапан и также нагар масляный. Вообще на этом двигателе масложор возникает из-за задубевших маслосъемных колпачков. Они обычно дубеют при пробеге в 200 тысяч километров. Либо же дубеют при меньших пробегах, но из-за больших моточасов. Разумеется, эта болезнь лечится заменой маслосъемных колпачков. По состоянию у нас все хорошо, хон присутствует, задиров нет, а вот на донышках поршней мы видим нагар и местами даже свежее масло. Судя по вот этому слою гуталина масло здесь часто не менялось. Но противовесы на коленвале выглядят чистыми, плюс нет никаких закупориваний в маслозаборнике. По состоянию поршней никаких вопросов нет. Все кольца, что маслосъемные, что компрессионные, они подвижны. Причем маслосъемная у нас очень тонкая и не закоксованная. Обратим внимание, что здесь четыре отверстия для отвода масла боковых и четыре небольших возле юбок. Ну и по состоянию вкладышей у нас никаких вопросов нет. Не совсем характерная проблема для двигателей F4R это износ поршней. Дело в том, что из-за износа юбки при перекладке поршень может стучать. Однако это не повреждает гильзу. Опережатые версии, в частности Duster атмосферник, рестайлинговый, очень не любят бензин с октановым числом ниже 95. Дело в том, что если заправлять мотор 92 бензином, то тогда будет детонация и детонация разрушает вот эти перегородки между поршневыми кольцами. Хотя и на 95 бензине при высоких оборотах тоже можно получить детонацию. Минимальная пробежалость у верхних коренных вкладышей и коленвал, и все шейки выглядят у нас на отлично. Особенность этого двигателя – это полукольца, которые установлены рядом в верхней части. То есть полукольца не образуют кольцо, а стоят рядом. И для тех, кто не знает, полукольца фиксируют коленвал от поперечных передвижений. В данном моторе полукольца изнашиваются либо выскакивают, что можно ощутить по люфту коленвала. В данном случае у нас здесь все в порядке. Обычно это происходит при пробегах в 200 тысяч километров. Разборка закончена, и сегодня мы разобрали интересный и надежный мотор с множеством модификаций. Если ты хочешь знать о моторах все, обязательно подпишись на наш канал, поставь лайк этому видео, заходи на наши соцсети. У нас сейчас идет акция с промокодами «Получай скидку». И помните, что с вами всегда была, есть и будет компания «АвтоСтронг-М».